здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня мы поговорим на очень интересную тему на тему воспитания детей в семье все что я буду говорить это мои собственные выводы наблюдения мой личный опыт итак мы начинаем начну с того как проходил моё детство и как воспитывали нас очень много давала школа очень много давала школа воспитывали в уважении к старшим воспитывали трудолюбие воспитывали любовь к родине это был престиж мы росли все вместе вот пошли в школу в один класс мы стали почти все подружками но ребята друзьями одноклассники это вот одно слово которое заключает в себе все но хочу сказать что мы не чувствовали разницы кто был богат кто был бен бедные мы все были нас одевали одинаково у нас не было таких детей которым нечего было одеть и не было таких детей которые выделялись своей одежды одевались все приблизительно одинаково не было никакой зависти не было никакого приоритета богатство перед бедностью я не росла богатой семье папа погиб очень рано поэтому моя семья я не считаю что мы были бедные но в отпуск каждый год мы не ездили или раз в три года мы тоже не ездили очень долго пока мне не пришло время поступать и учиться дальше по окончанию школы в это время мы не ездили в отпуска это уже говорила о том что что было недостаточно денег вот но я не чувствовал себя обделенной среди наших девчонок школе были такие приоритеты кто быстрее решить контрольную кто быстрее бегает кто выше прыгает мы очень любили физкультуру на которой нас делили на две команды и кто быстрее кто лучше кто выше кто дальше и так далее вот это было в приоритете когда мы играли на улице а на улицу нас отпускали на вольно пока только мама появится посмотрит нашу сторону это было ясно что пора домой вот играли до темноты а когда были белые ночи то вообще не замечали идешь домой и боишься что те попадет потому что уже ночь а на улице светло только замечаешь что ночь потому что нет совсем людей тишина и никого нет на улице тогда замечали что ночь заиграешься хорошо что мама меня не услышит она точно сказала что шла домой боялась что влетит за то что по долгу хотя влетит это значит получил выговор вот так ну вот такие приоритеты были в детстве когда мы уже подросли приезжая к родителям в гости первую очередь вот приезжая к своей свекрови в гости у нее было большое хозяйство был двор первую очередь мы начинали с половиков мы выносили все ковровые дорожки у нее были тканые ковровые дорожки и шерстяные причем очень тяжелые мы их как следует выхлапывали на улице и начинали мыть полы а полы мы мыли без швабры тряпка в руки и пошел попка к верху и вперед сначала промываешь а потом вытираешь и вот так ведерко босиком с удовольствием мыли полы помогали при поливе огорода потому что полив это тоже дело такое довольно веселое один таскает воду другой наливает лейку поливает ну в общем дружно и весело проходил наш визит к родителям мама в это время конечно готовила кушать обязательно приходили соседи это был ну второй брат следующий за моим виктором и ужинали обычно большой компанией большой семьей вот так мы старались воспитывать и своих детей в труде обязательно у них были домашние обязанности если сегодня один пылесосил в доме то второй мыл посуду завтра наоборот ты пылесосишь а я мою посуду и когда мальчишки подрастали они уходили помогать в сарай со скотиной а в доме уже передавалось это по наследству младшим детям так что мои дети когда они росли они умели пылесосить они умели мыть полы пыль я их не заставляла протирать потому что эта работа была повседневная а уже когда я была дома тогда уже была генеральная уборка я делала ее сама вот ухаживала за цветами вымывала везде полы вытаскивалась из спрятанные не вымытые кастрюли и миски из всяких разных закутков перемывала никогда моим детям за это не попадала потому что я сама не люблю кастрюли и миски мыть ну а что можно какой спрос с детей дети помогали в огороде поливать помогали полоть но посильно если ездили за грибами дети помогали перебирать грибы или ягоды но тоже посильно не принудительно ну сказали давайте мы будем перебирать но если уже нет силы больше нет терпения то я их отпускала так же и с грибами помогут сколько помогут Борис старший сын он не уходил никогда ну вот что еще хочу сказать что нашим детям мы не уделяли должного внимания я так думаю потому что мы были заняты надо было успеть и накормить и убрать и постирать и одеть и обуть на работу сходить огород и хозяйство поэтому мы своих детей выпускали тоже на вольную волю тогда это было возможно это сейчас детей нельзя оставить без присмотра потому что разводилась всякой нечисти и гадости что ребенок должен быть все время под присмотром взрослых вот это уже постарше когда это боишься за то чтобы ничего не случилось отпускаешь как говорится с тревогой но сейчас есть телефоны и всегда можно созвониться проконтролировать где находится твой ребенок и в любой момент поехать его и забрать потому что все стали мобильные катаются на машинах раньше этого не было ездили на общественном транспорте велосипеды были тоже не в каждой семье ну когда мы когда росли наши дети машина у нас появилась первый появился мотоцикл где-то в том возрасте когда они было пять лет а старшему сыну десять и сразу следом появилась машина первая так что вот с этого возраста наши дети уже тоже их можно было забрать поехав на машине ну еще кроме этого у моего мужа был казенный транспорт или как это правильно сказать ну от работы транспорт от работы иногда закрываются мозги я думала только у меня оказывается это нормально если бывает что не можешь вытянуть правильное слово и сейчас вот сравнивая как растут мои внуки и как растли мы и наши дети то я прихожу к выводу что дети не могут себя занять они могут сидеть только в компьютере или в каких-то электронных играх сутками часами сутками и так далее или им становится скучно они не могут найти себе игру например ну так как мы собирались группами и играли какие-то у нас были такие подвижные спортивные игры такие как вышибалы там догонялки прятки и так далее то с ними обязательно должен играть взрослый человек они не могут играть без взрослых настолько они привычные детей сейчас отпустить невозможно никуда только если ты отведешь там поиграть к другим детям к друзьям соседям и так далее из рук в руки передают детей потому что стало опасно оставлять детей без присмотра вот кажется развивается жизнь наша становится лучше раньше было ой-ой-ой плохо а сейчас ой-ой-ой-ка хорошо появился интернет компьютер но раньше были конечно такие случаи когда что-то где-то случалось но это в основном было исключение не то что исключение это было настолько редко и настолько я думаю что она сейчас не менее трагично как чем-то было тогда но вот как-то так мы воспитывали наших детей в уважении к старшим воспитывали наших детей в бережливости и аккуратности мы старались чтобы они умели все и не считали никакую работу зазорной вот но что хочу еще сказать что когда мы переехали в германию она начала тренироваться танцевать школа и тренировки и вот тогда я ее немножко освободила от домашней работы тот период времени когда она моталась на турниры по выходным и в такое ну в обыкновенное время училась и бегала каждый день на тренировки у нее просто ни на что не хватало времени и тогда я это понимала и всегда переживала думаю боже мой как она отойдет она не варить не умеет она не она ничего но посмотрите какая стала она мама и хозяйка она не готовит наше блюдо она не умеет их готовить она готовит свое и даже я иногда учусь у нее некоторым блюдом беру некоторые рецепты то что мне нравится вот а если она что-то захочет домашнее покушать она приезжает к нам и если она закажет я обязательно приготовлю эту еду которая ей нравится но она уже и сама она не живет в семье у нас где-то с сразу не скажу года с 15 наверное нет нет еще раньше раньше с 15 года они уже живут в ганофере если не с 14 где-то с 10 года она не живет у нас в семье ну да где-то так все все время с домиником и поэтому она готовит то что любит доминик то что он есть с удовольствием не старается экспериментировать с нашими блюдами но и как я сказала она и готовить не умеет мой старший сын всегда помогает дома когда у него есть время помогает и на улице поливать огород и помогает своей супруге в уборке в доме ну как-то так он тоже очень занятый бывает работает по выходным вот и что хочу сказать он очень любит цветы он возится с комнатными цветами но это наверное ему от меня передалось не от папы он следит за цветами в своих офисах он привозит в доме пересаживает ухаживает и снова увозит в свое бюро и так далее ну вот это что касается воспитания что меня побудило поговорить с вами на эту тему я ехала в автобусе из Бремена буквально недавно на прошлой неделе и вот конец рабочего дня весь автобус забит людьми и зашла женщина ребенок маленький она его держит и сама держится и старается и вот ни один из молодых людей не поднялся и не уступил ей место поднялся мужчина который был ну чуть моложе меня где-то лет пятьдесят и он предложил ей место она посадила ребенка на это место сама стояла рядом сколько сидела молодежи и даже школьники никогда в Германии не встанут если зайдет пожилой человек для больных инвалидов есть отдельные места их обычно не занимают а если зайдет просто человек ну вот например я никто никогда не предложит мне место вот как-то так вот это побудило меня поговорить о воспитании о том что ну вот я даже не имею никакого влияния на своих внуков потому что все чем-то заняты жизнь какая-то такая суетная хаотичная все куда-то бегут у кого-то какие-то термины всем некогда так и пробежим свою жизнь припрыжку не заметив как хорошо на улице как хорошо в лесу как хорошо в саду там где поют птицы мы вот именно не замечаем погоды единственное ну вот в Германии так оно и есть единственное время когда ты уезжаешь из дома в отпуск и там ты расслабляешься там ты вот именно наслаждаешься отдыхом природой и я единственное время когда ты можешь это услышать увидеть и почувствовать ну я думаю я вам сегодня много наговорила я хочу услышать ваше мнение пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а у меня сегодня первый день отпуска всем пока пока и до новых волнующих встреч на канале север это моя судьба вы у меня самые лучшие утра до новых Продолжение следует...